Утро на Балткоме Утро на Балткоме Я бы хотел этот вопрос разделить на две части. Основной вопрос тот, что открыли полеты на третьи страны 17 марта. Это вчера было. Но необходимость открыть полеты, это есть две основные причины. Это одна то, что у нас есть то, что мы называем essential travel или необходимые поездки. Мы живем в 21 веке и мы привыкли к системе, где работаем в одной стране, живем в другой стране, семья в третьей стране и бизнес в четвертой стране. И конечно, то, что Латвия была последней страной Евросоюза, откуда не было прямых рейсов на третьи страны, но это, конечно, в конце концов исправлено. И мы знаем, что вчера обновились рейсы третьей страны Великобритании и Украина и ждем, когда в следующий или еще в марте будут открыть тоже и полеты на таких бизнес-дестинации, как, например, Москва, откуда до этого почти что целый год не можно было доехать. Другая часть это то, что касается тоже отдыха и чартерных полетов из Риги, но здесь я бы хотел сказать, что мы решаем ситуацию, которая сложилась из-за того, что наши соседи Литва и Эстония позволяли эти полеты уже два месяца. В конце концов получалась ситуация, что тот поток туристов, который, несмотря на все предупреждения, несмотря на все ограничения и той системе, в которой мы сейчас живем, что одна поездка, например, необходимо тоже два теста сдавать до поездки и после поездки, они использовали аэропорта Вильнюса и Таллина. И тут начинается уже такой экономический фактор. Мы как-то долго думали, чтобы понять, что мы не Австралия или другой остров, что у нас есть и другие возможности, как получить ту услугу, которая нам необходима или интересна, пересечь границу и поехать в другие аэропорты. Поэтому я бы сказал, что это такое решение, которое хоть чуть-чуть спасает ситуацию, но есть и третий пункт. И если я читаю те условия и тот формат, какие условия, чтобы поехать, ну мы, например, читаем, что приезжая обратно в Латвию, надо сделать еще и третий тест. Вот первый пункт, где мы уже отличаемся и опять создаем условия, которые, ну опять ставят какие-то ограничения на поездки из Риги. Например, если прилететь в Литву и Эстонию, ну таких тестов нет. Конечно, есть, ну хотя бы на бумаге стоит, что тоже контроль на границах, она будет, станет более жесткой, но мы видим, что за год на самом деле мы не можем обратно создать систему, которая была в Латвии до вступления в зону Шенгена, когда у нас был действительный реальный контроль границ. Другой пункт, который я бы, ну очень призывал пересмотреть и все-таки продумать про более умные решения, это то, что полагается, что в данный момент туроператоры обязаны сообщать про всех туристов, которые едут на третьи страны из Риги и в том числе из Вильнюса и Таллина. На самом деле тут опять есть экономический вопрос про то, что мы живем в свободном рынке, это значит, что любой клиент, любой покупатель может купить услугу у компании Латвии, но может и купить у компании Литве или Эстонии. Если я купил свое путешествие, тот же курорт Египет от компании, которая находится в Литве, тогда никто не обязан ничего сообщать. Если я купил это в Латвии, тогда мы опять ставим какие-то дополнительные ограничения. Я понимаю, что все это сделано, чтобы улучшить контроль эпидемии, но я бы хотел тоже призывать смотреть на реальную ситуацию и ту желание, которое у людей есть путешествовать. Мы все-таки живем в севере, и нам не хватает витамина Д, и все-таки уехать в марте посмотреть на солнце тоже очень положительно может влиять на здоровье человека. Безусловно, тут не поспоришь, но тем не менее, вот эти все последние решения при снятии, чуть-чуть приподняли этот занавес ограничений, все-таки кажутся лично мне таким определенным лицемерием. Потому что, с одной стороны, правительство дает четкий знак, четкий посыл. Ребята, сидите дома, не надо никуда ехать, оцените здраво и трезво необходимость этих путешествий. Да, если прям надо, если есть необходимость, то, конечно, пожалуйста. Но что касается отдыха, вот они как бы приоткрыли эту дверцу, но опять же, и говорят, ладно, хорошо, можешь схитрить, уехать не по делам, а куда-нибудь там на экзотические острова погреться на солнышке, год никуда не выезжали, да, действительно соскучились. Но сделай при этом тест вот перед поездкой, после поездки и по возвращению, если, не дай бог, ты больной, то, пожалуйста, на самоизоляцию, причем за свой счет. И потребовали, да, действительно и от полиции наблюдать за такими путешественниками, и от туроператоров наблюдать за такими путешественниками. Ну, так я, честно говоря, не вижу большой беды. Если действительно я, например, на свой страх и риск еду куда-то, черти куда, в третьи вот эти вот самые страны, пускай там хороший эпидемиологический фон. Я не знаю, кто рядом со мной будет лежать на пляже. Я не знаю, с кем я рядом буду сидеть за одним столиком в ресторане, но об этих вещах тоже, к сожалению, в 2021 году приходится задумываться, каким я сюда вернусь, и кому я подарочек в кавычках привезу, такой сувенир, но не магнитик из этих экзотических стран. Ну, все-таки, если хочешь пролечь через эти приоткрытые двери, будь добр соблюдать определенные ограничения. Я вот вижу это так. Разве нет? Нет, я согласен, и я согласен тем, что если есть условия, и они соответствуют в каком-то мере той реальности, в которой мы находимся. Конечно, мы никто, я не слышал никого от отрасли, чтобы спрашивал, что давайте делаем все как прежде, без никаких ограничений. В том плане я согласен. Но где начинается одна проблема, то, что я уже упомянул пораньше, что мы должны смотреть, что происходит рядом, какие условия Литве, Эстонии в первом месте, ну и других странах. Мы не можем радикально отличаться, потому что мотивация человека будет такая, что я буду искать самый выгодный вариант, который для меня есть. Но третий аргумент, который я бы хотел подчеркнуть, и где он все время где-то пропадает в этом разговоре, что если мы смотрим на курорты, тогда курорты не принимают людей без тестов. Это значит, что, да, если вы будете пляжи находиться рядом с кем-то другом из другой страны, тогда он прилетает уже теми самыми условиями, которые и для нас. Это не то, что вот если мы смотрим на Египет, что открыл свои двери, да, и свободно приезжаете все из всего мира. Но только вам из Латвии вот необходим тест, нет, тест необходим всем до этого. И то, что тоже мы как-то, то, что пропадает в этом разговоре, то, что те дестинации и те страны, которые зависят от туризма, им этот стандарт безопасности, который, необходимость, ну этот момент, для них это вопрос, даже я бы сказал, более серьезный тому, как мы это воспринимаем. У них жизнь зависит от того, будет туризм или не будет туризм. И ни одна гостиница, ни один курорт в данный момент не готов идти на такой риск, да, чтобы в каком-то медиа мировом вдруг была новость, что вот эта гостиница или этот курорт там стал... Стали очагом, да, заражения. Аргумент, вы меня убедили, да, спасибо, согласен. Вот возникает вопрос, почему все-таки вот эти ограничения в Латвии, вот мы видим, что эти ограничения, к сожалению, не дают позитивного эффекта. То есть, если бы эти все строгие ограничения привели к тому, что у нас заболеваемость резко пошла бы на спад, и мы бы вернулись к состоянию там лета прошлого года, когда было по 4-5 заболевших в день, тогда окей, тогда я думаю, что многие бы согласились, хорошо, мы согласны потерпеть. Но если мы не видим снижение ограничений, возникает вопрос, может быть, вот не в этом дело, может быть, что-то мы делаем другое неправильно, может быть, мы терпим эти ограничения зря, вот нет ли вот такого момента? Мне очень интересно каждую неделю смотреть, кто участвует в собрании кабинета министров, я вижу, что там все время есть эпидемиологи, врачи разные, но я жду той недели, когда там появятся и социологи, которые могут объяснять и смотреть на поведение общества. И вся коммуникация, которая кабинета министров с обществом в целом, ну, она за этот год была очень запутанной и очень непонятной. Я думаю, что часть ответа состоит в том, что та риторика, которая, ну, уже весь этот период чрезвычайной ситуации длится, что нас все время пугает, ну, можно пугать месяц, но после какого-то периода мы понимаем, ну, пугали, пугали. А ничего не происходит. Я бы очень-очень советовал, к примеру, Кариншу, позвать социологов и других, ну, которые наблюдают за поведением общества в целом, чтобы смотреть, есть, конечно, первое место, первая тема это тема здоровья, есть тема экономики, но мы уже в том моменте, когда нам надо смотреть на поведение общества в целом и ту мотивацию, какая есть, почему мы делаем, почему мы живем так, как мы живем и почему мы делаем то, что мы в этот момент делаем, в том числе, почему мы не соблюдаем те ограничения, которые есть. Я бы хотел сказать, что отрасль туризма у нас в Латвии, да, но она все время, если я смотрю на коммуникацию, ассоциации агентов и туроператоров, она все время подчеркивает то, что мы за модель и протокол, где мы можем работать, но делать это безопасно, нигде не появляется такой коммуникации, что давайте все открываем и живем, как прежде, такого нет. У нас был звонок, мы не успели принять. Да, мы не успели. Эрик Салинга Берзинч, доктор экономики, ассоциированный профессор высшей школы бизнеса Туриба, с нами на прямой связи. Звоните 67212-93-9, 67213-93-9. А пока-пока-пока-пока сами спросим. Последнее решение на уровне... А, да, звонок, хорошо. Звонок появился, да, здравствуйте. И соскочил. Перезванивайте, перезванивайте, мы вам рады. Вчера появилась информация, что в Евросоюзе наконец-то двинулся вот этот процесс решения вопроса насчет так называемых ковид-паспортов. Насколько они будут полезны и насколько возможно, но опять же затрагивая какую-то грань социологическую, будет противостояние им, потому что там придется открывать достаточно много интимной личной информации. Я думаю, что нам пора уже понять, что наша жизнь в течение этого следующего и, может, еще какого-то периода времени будет связана с тестами, вакцинами и другими мерами ограничений, которые есть. Поэтому то предложение, которое вчера комиссия предложила, что нам необходимо создать модель, где в рамках Евросоюза есть возможности свободного путешествия, но у нас есть три опции, как мы это можем делать. Или это тесты, или это вакцина, или это те, которые уже болели. Что этим трем группам есть возможность путешествовать без необходимости идти в самоизоляцию, которые в данный момент являются самым крупным ограничением в туризме. Создает ли это какую-то дискриминацию, я с этим не согласен, потому что мы даем три опции, три варианта. И сделать тест до поездки и обратно, приезжая дома, сделать тест, ну, это часть той системы, как мы будем жить. Поэтому я очень надеюсь, что этот подход, ну, не останется только таким на уровне идеи, на уровне Европы, но что и страны, в том числе и Латвия, будет соблюдать и следить этому принципу, чтобы отрасль туризма в Латвии смогла, ну, хоть немножко восстановиться в такой форме, как она была до этого. А у нас еще раз мы пытаемся звонок принять. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день, добрый. Вы знаете, вот, слушая, я с чем-то согласен, но есть такое, ну, как бы хотел свое мнение. Значит, смотрите, было сказано, что ограничения, ну, как бы сказать, ограничения неэффективны. Они, если бы, вы сказали, если бы уменьшились количество заболеваний, скажем, до четырех, тогда ограничения были эффективны. Но их тогда бы не было, понимаете? То есть, если есть ограничения, то это значит, что они хотя бы удерживают на каком-то уровне. А если бы не было ограничений, то это было бы, ну, прогресс геометрический, а не арифметический. Спасибо. Понятно, да, ограничения ограничивают. Еще один звонок, да, тут, скорее, мне не было ни вопроса. Здравствуйте. А вы знаете, вы в курсе, что вот эти тесты, которые, ну, там, в носу поковыряют, да, и в горле, они, ну, не показывают правильный результат. Я знаю человека из семьи, не назову кто это, трижды сдавал тест, показал отрицательный результат трижды, а кровь через месяц показала, что человек болел и сильно ковидом, и было подтверждено, и был больничный, выписан на ковид, да. То есть этот тест ничего не дает. Понятно, спасибо. Ну, вот вопросы. Есть, да, какие-то статистические такие ошибки. Кстати, тест по возвращении увеличится в стоимости почти вдвое с 22 марта. На данный момент 24 евро, а планируется повысить до 50. Совсем обидно будет, если ничего не показывают. Ну, вот насколько вам известно, есть ли такие вот зафиксированные случаи? Вы сталкивались, Эрик? С случаями какими? Ну, что тесты не показывают заболевания и наоборот. Я все, знаете, я специалист в туризме и микроэкономике. И комментировать... А не микробиологии. Я бы это оставил... Врачам. Тем, кто учился на эту тему. Еще один. У нас еще один звонок. Доброе утро. Да, доброе утро. Я вот не согласен с тем, что ковид-паспорт не вызовет дискриминацию. Если бы прививка была доступна, то об этом бы речи не было. А сейчас это породит вплоть до коррупции. Кому надо будет лететь, будет платить, чтобы эту прививку сделать. В общем-то, дискриминация в чистом виде с этими паспортами получится. Спасибо. Спасибо за мнение. Но тут, мне кажется, надо очень-очень повторять еще, что тот модель, которую предложила Еврокомиссия, это не про ковид-паспорт с прививкой. Это только один из вариантов. Другой вариант. Сделал негативный тест, едь. Все. Это не то, что мы идем на модель, где у нас и тест, и вакцина. Нет. Это не так. Это или, или, да. И поэтому это дает возможность очень большому кругу жителей и тем, которые не смогут получить прививку еще в первую половину этого года, и может даже и летом, все-таки получать те услуги, которые они хотят получать. Вот как хорошо, что есть такие спикеры, как Эрик Лингеберзнич, доктор экономики, ассоциированный профессор высшей школы бизнеса Туреба, который вот просто взял и рассказал, и разложил по полочкам, потому что коммуникация со стороны Дома правительства никакущая. Эрик, огромное спасибо, что были этим утром с нами. Нам, к сожалению, нужно прекращать беседу и двигаться дальше к выпуску новостей. Утро на Болткуле